Теперь, когда мы знаем, как должна выглядеть инфраструктура, давайте попытаемся её построить. Ну и самое главное, разберём программную часть этого всего. Нам понадобится много виртуалок, и мы будем их связывать с помощью виртуальной сети. Всё это можно сделать и в VirtualBox, но это не будет наглядно. Поэтому нам нужна программа GNS3. Мы всё ещё будем использовать VirtualBox, чтобы работали виртуалки с линуксами, но за сеть и за наглядность будет отвечать GNS3. Сразу предупрежу, что она немного требовательная, и рекомендуемый минимум по оперативке где-то 8 гигабайт. На самом деле, если ваша система использует мало памяти, то можно обойтись и меньшей памятью. Я буду строить большую сетку с кучей виртуалок. Вам же не обязательно так делать. Для разбора большинства тем хватит трёх-четырёх одновременно запущенных виртуалок. Если у вас основная система GNU Linux, то вам для установки нужно будет добавить репозиторий, установить несколько пакетов и добавить вашего пользователя в несколько групп. Всё зависит от вашего дистрибутива. Для Ubuntu и Debian инструкцию можно найти в документации на официальном сайте, а для других дистрибутивов есть статьи в интернете. Что касается Windows, в официальной документации также есть инструкция, но там много лишнего, поэтому я покажу сам. На официальном сайте GNS3 нажимаете Free Download, после чего вам нужно будет зарегистрироваться, чтобы скачать. Дальше запускайте установщик. Нажимаете Next, соглашайтесь с лицензией и ещё раз Next. Во вкладке выбора компонентов раскрываете Tools и убираете галочку с Solar PuTTY. Это SSH-клиент, чтобы мы могли подключаться к оборудованию. Мы же всё равно будем использовать другую утилиту – MOBA EXTERM. После чего нажимаем Next. Пока опять не появится окно с предложением бесплатно получить лицензию для SolarWinds Standard Toolset. Это набор утилит для мониторинга сети. Нам это не нужно, мы будем делать свой мониторинг сети, поэтому нажимаем No. На этом завершаем установку и запускаем GNS3. Нас встретит окно с начальными настройками и спросит, где мы будем запускать виртуальное оборудование. У GNS3 есть своя готовая виртуалка с Linux, но мы всё равно все наши системы будем запускать через VirtualBox. И чтобы не ставить лишнюю виртуалку, выбираем второй пункт и ставим галочку на больше не показывать. Затем Next, Next и Finish. Также скачиваем и ставим MOBA EXTERM. С помощью неё мы будем подключаться к нашим виртуалкам по SSH. Установка довольно простая, просто Next, Next и всё. После чего в GNS3 заходите в Edit, Preferences, General, Console Applications, Edit и выбираете MOBA EXTERM. Затем нажимаете OK и Apply. Также во вкладке Topology ставите галочку на Show Interface Labels on New Project. Это будет показывать нам название интерфейсов, подключенных к сети, что будет полезно в будущем. Также из-за того, что мы часто будем создавать и удалять виртуалки, будет неудобно их постоянно регистрировать. Поэтому вместо RHEL используем Alma Linux. Это один из дистрибутивов, который появился на замену CentOS. Скачать его можно с официального сайта, по ссылке. Архитектура x86-64, а версию берите последнюю. Я не буду разбирать установку, она ничем не отличается от установки RHEL или CentOS. Вы можете использовать любой другой дистрибутив, но желательно все-таки Alma, чтобы избежать путаницы в названии пакетов и прочих мелочах. Что касается параметров виртуалки, назовите виртуалку просто Alma. Для установки можете выделить 1 ГБ оперативки и 16 ГБ дискового пространства. Среди пакетов выберите минимальную установку со стандартными пакетами. Все остальное на ваше усмотрение. После создания виртуалки выключите ее и создайте ее клон. Он вам понадобится, чтобы быстро восстановить виртуалку, если вдруг что-то с ней случится. Все дело в том, что GNS немного капризный в работе и можно случайно попортить связь между GNS и VirtualBox, поэтому и создадим клон на всякий случай. После создания виртуалки возвращаемся к настройкам GNS. Теперь во вкладке VirtualBox VMs нажимаем New и из списка виртуалок выбираем Alma. Не забываем поставить галочку Use as Linked-Based VM, что позволит нам простым перетягиванием создавать новые виртуалки, используя эту как образ. Затем в списке слева появится Alma, нажимаем на нее Edit, меняем количество оперативки на 512 МБ и ставим галочку Start VM in Headless Mode. Это позволит запускать виртуалки без нового окна с консолью, так как мы все равно будем подключаться по SSH. Затем во вкладке Network меняем количество адаптеров на 4 и ставим галочку внизу, чтобы разрешить GNS управлять сетевыми адаптерами VirtualBox. После чего нажимаем OK и Apply. Закрываем окно настроек и нажимаем на иконку New Blank Project в верхней панели. В появившемся окне даем имя нашему проекту. По необходимости выбираем директорию и нажимаем OK. Затем нажимаем на иконку монитора в левой панели. Откроется панель с устройствами, среди которых наша Alma. Попробуем перетянуть ее в центральную часть. При этом создается копия виртуалки. В самом VirtualBox можно увидеть эту виртуалку. Ну и у этих двух виртуалок в названии появятся метки. Не трогайте эти виртуалки в VirtualBox. Не удаляйте и ничего не меняйте. Ими управляет GNS. И, как я говорил, GNS очень капризный. Если вы случайно удалите виртуалку или что-то в ней испортите, то весь ваш проект в GNS перестанет запускаться, а для его восстановления придется немало повозиться. Когда вы будете закрывать GNS, виртуалки из проекта будут пропадать из VirtualBox, а при запуске проекта появляться. Теперь попробуем запустить виртуалку. Для этого в GNS нажимаете правой на ней и нажимаете Start. После чего в VirtualBox видно, что она запустилась. Значит все окей. Чтобы выключить виртуалку, опять же в GNS нажимаем правой кнопкой мыши на виртуалке и нажимаем Stop. Всегда перед выходом из GNS предварительно выключайте все виртуалки. Ну и всегда при запуске GNS дожидайтесь, чтобы отработал его запуск и появилось окно с выбором проектов. Иногда это может занять время, но лучше подождать. Есть другие программы по типу GNS. Есть другие гипервизоры, другие SH клиенты, другие дистрибутивы. И вы вольны использовать все, что вам угодно. Но я работал именно с такой связкой. Поэтому если у вас возникнут проблемы, с этими инструментами мне будет легче вам помочь.